здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами поговорим об удивительном элементе который на мой взгляд имеет достаточно обидное для всего для себя название азот в переводе с латинского это означает безжизненный такое название этот элемент получил в силу того что когда исследовали воздух и помещали под колокол с воздухом животных мышей например то по мере того как заканчивался кистород мыши под воздействием оставшегося азота они погибали и поэтому вот этот воздух который оставался после израсходования кисторода называли испорченный воздух или как последствия он был найден его название азот хотя это далеко не так во все живые организмы в наш с вами организм состав белков входит обязательно азот поэтому азот это удивительный элемент который очень нужен для нашего с вами существования он не случайно находится в воздухе и он получается разбавляет воздух кислород чтобы большое количество кислорода не поступало к нам организм потому что на самом деле слишком много кислорода нам для дыхания и не нужно и так что же такое азот символ азота n это взято от его латинского названия нитрогениум что означает нитраты образующий азот имеет порядковый номер 7 округленную относительно атомную массу 14 он находится во втором периоде малом периоде и в пятой группе или в пятнадцатой группе в полудлинном варианте в составе азота соответственно находится протонов 7 нейтронов 7 и электронов у него 7 практически у азота нет изотопов поэтому его масса близка к 14 поскольку он в основном присутствует именно в таком изотопе значит в его ядре 7 значит соответственно у него ядро заряжена плюс 7 на первом энергетическом уровне два электрона на втором будет 5 ему не хватает до завершения трех электронов электронная форма 1 с 2 2 с 2 и 2 п 3 как элемент второго периода азот не имеет на втором уровне никаких запасных подуровней и это для азота играет очень важную роль давайте посмотрим если мы распишем его электронно-графическую формулу 1 из 2 спаренные 2 с 2 соответственно также спаренные и у азота есть три не спаренных п электрона на осях x y z но никаких запасных подуровней у азота нет азот является не металлом поскольку количество электронов его внешнего уровня превышает 3 а это является условной границы между металлами и не металлами теперь давайте выясним какую имеет возможность азот определять валентность и степень окисления и так валентность азота связано с его электронами не спаренными в первую очередь у него бывает 1 2 3 и обращаю ваше внимание что вроде как не спаренных электронов больше нет значит ли это что валентность азота максимально 3 вовсе нет дело в том что с электроны также могут участвовать в образовании донорно-акцепторной связи и следовательно азот может иметь еще валентность 4 но это валентность образуется особым механизмом и вот на что я бы хотела обратить ваше внимание у азота нет и не может быть валентности 5 почему потому что 5 не спаренных электронов азот иметь не может запасных подуровней у него нет а перебрасывать электрон с например на третий уровень это энергетически невыгодно и так что касаемо степени окисления степень окисления для азота варьируется от минус 3 минус 3 соответствует например такому известному для вас том числе веществу который часто встречается это и наш 3 аммиак и формула аммиака я напомню пишется не правильно как бы с позиции современной химии потому что минус стоит впереди и наш 3 это аммиак аммиак так степень окисления бывают у азота добавлю и минус 2 такие соединения у азота есть и минус 1 даже бывает но минус 3 наиболее устойчиво как отрицательное нулевой заряд имеется в простом веществе азот затем у азота есть плюс 1 и соответствует этому веществу n2o это вещество называется оксид азота валентности 1 или можно было международную номенклатуру оксид диазота но это вещество есть любопытное название веселящий газ это вещество которое обладает воздействием на человека чуть чувствует под его воздействием чувство эйфории он действует действительно очень возбуждающим но это вещество является токсичным и соответственно больших количествах может являться для человека опасным но в маленьких порциях веселящий газ добавляют в анестезию поскольку под действием этого газа человек не чувствует никакого никакой боли поэтому его обязательно добавлять хотя это вещество не является безопасным и знаете так добавлю интересный факт что когда в конце 19 века этот газ был открыт то богатые люди платили специально деньги чтобы подышать веселящим газом лорды например в англии и потом когда им рассказывали что как они себя вели в этом случае что они бегали по столам прыгали отрывали галстуки это казалось им немыслимо что они могут себя вести под воздействием такого газа дальше плюс 2 соответствует оксиду азота но этот оксид не имеет каких-то специфических названий он имеет название только химическое оксид азота 2 или монооксид азота подпишем одно из названий оксид азота валентности 2 обращаю ваше внимание что два вот этих вещества и веселящий газ и но это газообразные вещества без цвета без запаха нерастворимые в воде и с точки зрения химии они не соли образующие то есть не дают ни кислот не оснований не соли степень окисления плюс 3 соответствует n2 о 3 это соединение называется оксид азота валентности 3 или триоксид диазота он представляет собой кислотный оксид а сам по цвету он имеет окраску это жидкость и соответствует ему азотистая кислота слабая кислота h но 2 дальше у азота бывает плюс 4 этой степени окисления соответствует оксид но 2 а который обладает способности к демеризации поэтому вы можете увидеть в литературе химическое написание вот такой формулы демера называется это вещество оксид азота 4 но у него тоже есть название историческая бурый газ лисий хвост его еще называет из-за того что он имеет такую характерную бурную окраску а этот оксид любопытен тем что он кислотный но знаете как сапожник без сапог у него своей кислоты не существует а когда он растворяется в воде он одновременно образует и азотистую и азотную кислоту и наконец у азота бывает степень окисления плюс 5 и вот здесь я обращаю ваше внимание что азота не бывает валентности 5 а вот степень окисления плюс 5 может быть потому что азот может отдать свои 5 внешних электронов и тогда он проявляет степень окисления плюс 5 и так высшим оксидом азота является n2 у 5 еще раз в этом оксиде валентность азота равна четырем но степень окисления плюс 5 называется это вещество оксид азота и более точно было бы написать степень окисления плюс 5 просто валентности 5 у азота нет это типичный кислотный оксид соответствует ему самая сильная кислота азота азот азотная кислота соли которые называются нитратами а некоторые из называются селитры и так мы сделали обзор соединений азота в разных степенях окисления есть свои нюансы на которые обратите пожалуйста внимание и так теперь переходим к строению молекулы азота азот образуют между собой соединение в котором существует тройная связь формула льюиса выглядит следующим образом у азота три электронные пары и еще два электрона у каждого из них остаются свободными не занятыми так соответственно вот такой будет графическая формула очень часто формулах льюиса здесь показывают что остались свободные электроны у каждого азота из чего состоят эти три связи ковалентно неполярные 1 сигма и 2 пи легко ли разорвать такую молекулу очень нелегко можете себе представить что при температуре 3300 градусов цельсия распадается сама по себе молекула только одна то есть молекула азота чрезвычайно прочная и поэтому азот соответственно не вступает в химические взаимодействия при обычных условиях практически ни с чем вот это объясняется как раз таки его очень прочной тройной связью в которой есть одна сигма и 2 пи связи не так-то легко разорвать такие связи теперь как получают азот и и так в промышленности азот добывают путем сжижения сжижения воздуха воздух начинают охлаждать до температуры понижается температура первоначально из него выделяются инертные газы углекислый газ затем при температуре минус сто восемьдесят три градуса выделяется жидким кислород а при температуре минус сто девяносто шесть градусов цельсия из воздуха выделяется жидкий азот жидкий азот представляет собой жидкость без цвета вы могли видеть такой жидкий азот возможно в некоторых медицинских учреждениях где азотом проводят консервацию например каких-либо каких-либо объектов ну а также работают например косметологи очень часто жидким азотом его хранят специальных термосах сосудах дюара и он представляет собой действительно очень такую своеобразную жидкость знаете в некоторых фильмах иногда применяют эффект вот жидким азотом он правда очень быстро охлаждает объекты если например жидкий азот поместить например цветок ту же розу а потом вытащить и ударить то она будет раскалываться как стекло дальше в лаборатории азот получает разложением нитрита аммония NH4NO2 под действием температуры он разлагается на азот и воду уравниваем сюда поставим 2 какими же физическими свойствами обладает азот азот находится в воздухе поэтому при вдохе каждого одного литра воздуха в наш организм поступает 78 процентов азота примерно кислорода около 21 процента остальные другие газы сам по себе он газ цвета его не суще у него нету цвета запах практически нет он почти не растворяется в воде то есть растворимость ничтожно мало соответственно он чуть-чуть легче воздуха потому что его молекулярная масса равна 28 а у воздуха 29 а и соответственно он находится в воздухе и воздухе его доля составляет объемная доля порядка 78 процентов именно поэтому его промышленности добывает наряду с кислородом сжижением воздуха теперь его химические свойства ну чего ожидать от такого элемента который имеет такую прочную связь безусловно маленькая активность а он может реагировать при комнатной температуре только с литием и чуть при более высокой температуре с магния когда он реагирует в этом случае он образует нитриды литий на первом месте азот на втором минус 3 у азота у лития плюс 1 по правилу креста литий 3 н соответственно мы приравняем давайте в начале азот сюда литий полученное соединение называется нитриды лития такие соединения являются солеподобные он бинарное соединение и при обработке таких нитридов водой они распадаются на гидроксиды и выделяют аммиак приведем еще один пример допустим магний плюс азот в результате получается нитрид магния составляем его формула здесь минус 3 у магния плюс 2 по правилу листа магний 3 н 2 как мы видим азот в равенстве и тогда перед магнием ставим 3 это вещество называется нитрид магния но с магнием реагирует не все металлы а только те которые мы называем активными обычно это металлы находящиеся в ряду активности до водорода и это металлы которые мы обычно называем металлами первой группы второй группы но и некоторые металлы остальных главных подгрупп могут вступать во взаимодействие и вот здесь среди соединения именно а с азотом металлов я бы хотела пояснить вам удивительное вещество которое есть вот такого типа натрий n3 это нитрид не нитрид натрия а азид называется вещество азид натрия а почему это вещество любопытное потому что знаете в подушке безопасности любого современного автомобиля в момент быстрого торможения в этой подушке находится не 3 азид натрия извиняюсь и когда машина резко тормозит в этой подушке вскрывается получается капсула с этим азидом и подушка начинает надуваться азотом это он создает вот этот эффект когда подушка надувать причем время надувания подушки очень быстро и соответственно такая подушка может спасти жизнь человека но вот смотрите еще такой момент что надувается на азотом а азот при обычных условиях вообще с кислородом не горит и поэтому такая подушка может предотвратить немножко еще эффект пожара который может случиться в такой аварии поэтому это вещество очень любопытно теперь поговорим о том с какими не металлами вступает азот с водородом в первую очередь это такая знаменитая реакция синтез габбера она идет при температуре давления и в присутствии катализатора и получается аммиак аммиак это газ соединение это еще раз напомню имеет степень окисления азота минус 3 соответственно уравниваем эта реакция обратима о том как происходит она в промышленности мы тоже с вами поговорим и в этом случае обратить внимание азот всегда проявляет отрицательную степень окисления значит он выступает в роли окислителя он может вступать в реакции с другими не металлами например с таким элементом как бор и а соответственно образуется нитрит бора и минус 3 убора плюс 3 соответственно формула верна и такое соединение будет называться нитрит бора хотела бы сказать что нитрит бора и некоторые еще нитриты они являются веществами очень твердыми и превосходит по твердости даже алмаз поэтому и можно поцарапать например природный алмаз бывает ли так что азот уступает каким-то элементам и выступает в роли восстановителя да конечно это кислород но в обычных условиях как мы можем наблюдать азот никогда не реагирует с кислородом для этого нужна очень высокая температура порядка двух трех тысяч градусов цельсия да еще желательно катализатор или все эти факторы заменяет электрический ток во время грозы это может происходить и тогда тройная связь в азоте молекуле азота и двойная связь в молекуле кислорода разрывается и образуется монооксид азота где у азота уже степень окисления положительная эта реакция является обратимой в отличие от очень многих реакций протекающих с кислородом она является эндотермической полученное соединение это оксид азота валентности 2 но так как грозовые разряды в природе происходят все таки не каждую секунду то оксид азота образуется в природе в определенные моменты затем он превращается в но2 но2 может дальше с водой реагировать и во время вот дожди могут на нас капать капельки азотной кислоты поэтому дальше эти процессы продолжать теперь я бы хотела сказать о том где применяется азот азот используется за счет создания инертной среды так как он практически мало активен он используется в медицине используется он например знаете современные шины иногда добавляют азот чтобы они служили подольше но в первую очередь конечно и заме из азота получает аммиак из которого затем получают азотную кислоту удобрение и так далее но хотела бы обратить ваше внимание на то что азот в природе происходит и для него определенный круговорот и этот круговорот азота состоит из несколько этапов круговорот азота первый этап называется азот и фиксация когда из воздуха растения за счет находящихся в них бактерий они связывают азот из воздуха и поставляют его в почву это делают азота бактерии которые вырабатывают азот достаточно большим количеством можете представить на один гектар они могут выработать до 25 килограмм азота затем происходит процесс аммонификация этот процесс происходит под действием сине-зеленых бактерий когда из воздуха после отмирания животных живых организмов эти бактерии они получаются формируют соответственно аммиак в почве и происходит выделение вот такого соединения как аммиак третий этап затем часть аммиака вступает в процесс нитрификации и тогда аммиак превращается в нитраты и вот как раз таки нитраты усваивается растениями в большей эффективной способности чем может быть какие-либо другие соединения но часть аммиака может растениями также преобразовываться и происходит выделение опять азота этот процесс называется динитрификация таким образом азот совершает круговорот в природе поэтому это один из самых наверное важных элементов значение которого трудно переоценить но и вернусь еще раз к его названию совершенно несправедливое название поэтому некоторых других языках он называется по-другому но символ азота остается все тем же правда очень интересный элемент и молекула азота такая крутая стройной связи поэтому не так-то легко азот заставить реагировать но это правда очень интересный элемент на следующем уроке мы с вами поговорим о других соединениях азота более подробно поэтому приглашаю вас на следующий урок до свидания ребят